Доброе утро, дорогие радиослушатели Сахарадио и присоединившиеся вот только что зрители любимого нашего канала Саха-24. Не радио всегда со мной, а смартфон любимый, желательно последней модели, всегда со мной греет карман и выделяет, скажем так, тепло от чрезмерной работы. На самом деле, да, в цифровой век многие-многие понятия, в том числе и понятия сквотинга, которые Северная Америка, оказывается, прошла-то в XIX веке, облачены в некую цифровую форму. И оформление у нас дальневосточного гектара идет через интернет на шикарно оформленном, но слабоработающем сайте на дальневосток.рф. Может быть, это в качестве критики выступит, но, тем не менее, некоторые товарищи из числа тех, которые первые два дня, я напоминаю, 1 октября идет оформление дальневосточного гектара у нас, столкнулись с определенными трудностями при подаче заявлений на сайте. И сегодня мы нюансы оформления дальневосточного гектара будем рассматривать с нашим гостем, первым заместителем министра имущественных и земельных отношений республики Виктором Фанасьевым. И помогать мне вести эфир будет глазом народа, уже не глазом, а глазом народа будет выступать Алексей Эдуардович Васильев, Миру Бахлаев, товарищ, который всегда задает очень интересные к месту вопросы. Итак, начинаем. 1 октября прошло. Сколько людей подало за два выходных дня? У вас министерство сейчас работает в напряженном очень режиме, я так понимаю, все-таки такая горячая пора. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, эти два дня наши министерства, сотрудники нашего министерства, которые непосредственно работают в области земельных отношений, они два дня работали в напряженном графике. За два дня всего по данному вопросу по реализации федерального закона по дальневосточному гектару поступило 135 заявлений. Из них, скажем, 121 поступило электронно. Ой, прошу прощения, по ФИСу поступило 107 на федеральную информационную систему по электронным заявлению. Да, и на бумажном носителе было 28 заявлений. А, то есть интернет это не единственный канал по подаче заявлений на оформление дальневосточных гектар? Да, конечно, вы знаете же, что у нас, как это принято называть, есть цифровое неравенство. В связи с этим более 200 населенных пунктов у нас не подключены к ФИСу, фактически получается, да? То есть они в ФИСе не могут работать в связи с тем, что у них есть ограничения по интернету. И, само собой, разумеется, и в федеральном законе это было сказано, что возможность граждан подавать на бумажном носителе никто не запрещает. То есть соблюдается некий паритет между, скажем так, последовательными старой школы, которые несут такие вот пачки, и документы. И теми, которые полностью освоили, скажем так, цифровые технологии. Да, конечно, несомненно. Хорошо. Какой УЛУС у нас идет локомотивом дальневосточного гектара, ну, если не считать пилотного Неремглинского проекта? Вот за первые два дня где больше всего подан заявок? Ну, надо сказать, когда мы анализировали ту ситуацию, вот вчера буквально вечером мы смотрели тех граждан, которые подают заявление. И основной, конечно, район, который выступает, как вы сказали, локомотивом, это Хангавасский район. Очень много заявлений подано именно в этом районе. Но, кроме того, не умоляя, другие районы, это у нас и есть город Якутск. Несомненно, само собой другое дело то, что федеральная информационная система, как вы сказали, она не совсем совершенна. И некоторые заявления, которые поданы в границах городского круга Якутск, вот, учитывая вот эту 20-километровую буферную зону, у нас есть заявления, которые подали именно на Якутск, на Якутский район. Но почему-то ФИС показывает, что это заявление подано в Хангавасском районе. Есть такое. Это как Гугу, который говорит, вы находитесь в Хангавасском улусе республики Саха-Якутия, хотя географически я нахожусь в Табагеде. Ну, фактически, да, получается. Да, примерно так. То есть, все вот эти системы, они их оформили. Еще один вопрос. Если сравнивать пилот, который проводился в Нерюнгринском районе, сейчас в Нерюнгре тоже можно оформить земельные участки в рабочем, скажем так, порядке, в порядке рабочего цикла. Что показал именно тот пилотный процесс? Ну, самое основное, то, что мы получили на основании того пилотного режима, в котором находился Нерюнгринский район, в общей сложности мы получили 261 заявление от граждан, но учитывая, что очень многие граждане просто-напросто, ну, как, отрабатывали, да, возможность подачи заявки, это раз, они потом аннулировали свои заявления. Кроме того, мы, сотрудники нашего министерства, активно ездили по республике, и на всех семинарах, на всех совещаниях они заходили в реальном режиме времени и показывали, как подавать заявления, как с ними работать, и, соответственно, конечно, после этого тоже аннулировали. Ну, это тоже, как бы, дал определенное количество, этот процесс дал определенное количество таких заявлений, да, которые были аннулированы. Как нам можно поподробнее? Допустим, мне нравятся два разных участка, и я пока не знаю, какой выбрать. Ну, один, на всякий случай, я занимаю, потом, чтобы иметь возможность отказаться и взять... Да, гражданин имеет в любое время отказаться от своего заявления, ну, тоже, скажем, кликнув на определенную кнопочку для того, чтобы отозвать свое заявление, аннулировав его. Ну, никто не умоляет его еще раз подать заявление на другой же участок, либо на тот, от которого он, допустим, отказался, если такое возможно, будет через ФИС подать. А там есть ограничения какие-то, сколько раз можно подавать, аннулировать? Ну, вообще, по закону, фактически, получается, у нас гражданин может однократно получить такой земельный участок. Другое дело, то, что он отказывается от одного участка и выбирает другой участок. Ограничений в законе не было. Не было. То есть, это будет считаться как оформление одного участка, да? Да. То есть, бесконечно я могу допустить, ой, а тут оказывается болотина, а тут оказывается это и так далее, и так далее. То есть, ага, хорошо. Болотина, не болотина, если, допустим, не будем говорить, что вот злоупотреблять системой, скажем, да, возможности выбора и играть, сидеть этот участок в одном районе, этот участок в другом районе. Просто-напросто мы говорим о том, что вот как раз пилотный район нам показал, что граждане, незнакомые с рельефом, незнакомые с местностью, иногда выбирают те земельные участки, которые находятся под водой. Ну, допустим, да. И, соответственно, выехав на место, специалисты видят, что там невозможно этот участок даже освоить, да, учитывая то, что есть определенные трудности, особенно вот в Нью-Ренглинском районе, как мы знаем, там гористая местность, и земельные участки зачастую оказывались на склоне гор, и гражданина предлагали изменить участок. То есть, вполне возможно, либо он мог подвинуть свой участок, допустим, на более ровную территорию, либо выбрать другой участок. Это вполне допускается, это вполне возможно. То есть, можно сослаться на издержки, скажем так, системы, электронной системы, которая не отображает, допустим, там, под водой или находится, или на склоне горы, и так далее. То есть, такие нюансы. Ну, к сожалению, да, ФИС не позволяет видеть рельеф местности, соответственно, да, и мы предлагаем более современную, скажем, ну, более достоверную информацию подкачивать с тех космоснивков, которые есть, допустим, у Российской Федерации, для того, чтобы гражданин имел полную, ну, хотя бы приближенную реальную картину, к реальности картину по той местности, которую он собирается выбрать. Ну, всё равно, наверное, если человек серьёзно хочет брать, то ему лучше съездить и побывать. Съездить, посмотреть, да. Ну, допустим, если есть ли дорога, нет ли дороги. Да, допустим, если из Якутска до Хангалацкого района тут, в принципе, или до Намцев доехать не очень далеко, то если мы, как граждане, допустим, можем скооперироваться, вот мы на строе, мы хотим выбрать земельный участок в том же Алданском районе или, допустим, Меген-Хангалацком районе, конечно, желательно хотя бы знать, что там находится. Может быть, там есть чужие строения, как вот практика показала, опять же, ссылаясь на наш пилотный район, могу сказать, что люди выбирали те земельные участки, на которых есть уже какие-то строения. И один участок был занят, ну, там была, скажем, общественная свалка такая, неузаконенная. Вот, и, естественно, это вызывает определенные трудности как у гражданина, так и у органов местного самоправления, которые этот участок предоставляют. Есть такие нюансы, да. Мы работаем в прямом эфире, дорогие радиослушатели и телезрители, 320066, 321166. Вы можете задавать свои вопросы по нюансам оформления Дальневосточного гектара первому заместителю министра земельных и имущественных отношений, имущественных земельных отношений Виктору Спиридоновичу Афанасьеву. И мы постараемся, постараемся, конечно же, от вашего лица, поскольку мониторили постоянно интернет по данному вопросу, ответить, вернее, задать те или иные вопросы уважаемому первому заместителю министра. И еще раз, вот насчет общественного контроля, вернее, отношений. Ну, некто, допустим, Алексей Эдуардович из города решил там оформить Дальневосточный гектар на территорию определенного муниципалитета. Давайте, вот уже, как только мы объявили телефонный звонок, говорите в эфире. Я по поводу, вот, например, я один гад только могу взять, да? Оформить на себя. Да, спасибо за вопрос. В соответствии с законом, 119 ФСЗ, один гражданин может выбрать земельный участок площадью до одного гектара. Если вы, допустим, подключаете своих друзей, либо хотите взять на семью, естественно, все это зависит от количества. То есть, семья из состава из пяти человек может выбрать до пяти гектар земельный участок. Либо каждый может выбрать отдельно. До пяти гектар. То есть, есть все-таки верхний потолок, скажем так, одного участка, выделяемого в рамках Дальневосточного гектара, который пять гектар, не более. Нет, такого нету. Я еще раз повторяю, что... А если коммуна 25 человек? На одного гражданина полагается земельный участок площадью не более одного гектара. Это раз. Во-вторых, я хотел бы сказать, что максимально допустимое количество людей, которые могут подать коллективную заявку, это 10 человек. 10 человек. То есть, 10 родственников или единомышленников я могу собрать и устроить там некую земельную коммуну. Хорошо. Еще раз возвращаемся к тому, дорогие радиослушатели и телезрители, 32.0066, 32.11.66. Местным жителям тех муниципалитетов, где мы изъявили желание, допустим, получить гектар, вряд ли понравится, что приехал некто Алексей Эдуардович, пусть он там трижды известный и так далее, с города и желает неизвестным им способом освоить вот этот вот земельный участок. Вот нюансы, тонкости отношения с местными. Как вот это вот? Какие в законном порядке есть нюансы? Какие есть такие более человеческие, что ли? Ну, более человеческие, это общепринятые нормы, это как минимум надо познакомиться с соседями, да, с которыми мы собираемся рядом жить. Второе, наверное, чисто законные. Ну, никто, вы знаете, в рамках этого закона не отменял те нормы контроля, которые у нас на сегодняшний день существуют. Это у нас и земельный кодекс Российской Федерации, это муниципальный земельный контроль. Да, мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, к обсуждению вопросов оформления дальневосточного гектара с первым заместителем министра имущественных и земельных отношений Виктором Афанасьевым. И в прямом эфире Сахарадио и канала Саха-24 мы продолжаем рассматривать нюансы оформления дальневосточного гектара, который, я напоминаю, с 1 октября может оформить любой житель республики Саха-Якутия. До 1 февраля продлится этот процесс, после 1 февраля к раздаче земель на территории республики Саха-Якутия могут подключиться все жители Российской Федерации. И еще раз напоминаю, вот этот льготный, скажем так, грейс-период оформления земельных участков в рамках дальневосточного гектара мы можем безболезненно абсолютно только между нами, скажем так, дома в семье, большой очень на территории республики Саха-Якутия в Сейдэ, оформить до 1 февраля. И Виктор Афанасьев, первый заместитель министра земельных и имущественных отношений республики, отвечает на ваши вопросы, которые вы можете задать по телефону 32-00-66, 32-11-66. И пока накапливается вопрос, мы задаем свои, конечно же, вопросы Алексею Владимировичу. Можно, да, я задам вопрос. В основном, под какие цели берут участки? Вот я не очень понимаю, вот для чего люди это делают. Ну, понятно? Дугда Турорара, конечно. Нет, нет, ну подожди, Дугда. Нет, ну реально же человек должен туда что-то вложить по закону, иначе этот участок у него обратно уйдет в государство. Критерий вложения, ты хочешь сказать? Нет, ну да, он же не просто побаловался, он должен какие-то деньги туда вложить. Соответственно, он должен из этого извлечь какую-то прибыль. Вот за счет чего в основном из тех, кто подал, хотят это делать. Но вас интересует вид разрешенного использования, под который граждане планируют использовать этот земельный участок? Нет, вот по выданным, уже полученным заявкам у вас нет анализа, под что они это брали? Ну, они, во-первых, в силу закона, они сразу могут выбрать земельный участок, либо под какой-то вид разрешенного использования, либо они могут и продлиться с этим видом разрешенного использования со временем. А на сегодня нельзя сказать, что все граждане, допустим, если они для себя спланировали земельный участок на сегодняшний день при подаче заявления в виде, как использования подсельхоз земли, да, то есть для развития сельского хозяйства, кто-то пишет, что под туристический бизнес не совсем, это может быть и оправдано, да, на самом деле. То есть он у себя напишет, допустим, заявление, что он хочет использовать под турбазу, потом, может быть, через некоторое время подумает-подумает, ну, построит там индивидуальный жилой дом. То есть фактически это никто не запрещает, по большому счету, то есть гражданин сам в праве выбрать вид разрешенного использования, который ему позволяет те законы, о которых я говорил. А нету исключений? То есть нельзя вот этим заниматься? Ну, фактически запрещена, не запрещена, скажем, ограничен тот вид деятельности, для которого необходимо получить какие-то лицензии или разрешения. То есть нельзя ставить нефтяную вышку? Допустим, да. Примерно. Или копать золото? Да, или копать золото. Для этого необходима лицензия. Или вырубить весь лес, да. Ну, или вырубить весь лес, то же самое. А сушить водоем, который примыкает. Ну, тут, кстати, вот вокруг водоемов возникают тоже нюансы, да. То есть домик у озера поставить нам не удастся? Домик у озера поставить не удастся. Ну, невдалеке, скажем, минимум это получается у нас от зеркала озера где-то порядка 20 метров, то 20 метров, ну, 50 метров. Это вполне возможно. Вполне возможно. А так, чтобы граница участка выходила прямо на берег, вот этого, к сожалению, сделать не получается. Но это запрещается и у нас, и в границах города Якутска. У нас как раз этим идет. 20 метров, это нормально? Даже 50 метров, Алексей Юрьевич, нормально. Кстати, вот тут еще один нюанс взаимоотношений с местными. То есть на жителей тех муниципалитетов, в границах которых выделяются земельные участки, возлагается еще функция некого общественного контроля за деятельностью тех граждан, которые оформили в границах тех муниципалитетов свои земельные участки в рамках Дальнего Восточного. То есть они могут настучать, грубо говоря, что человек не освоил данный участок и так далее. Потому что по истечению, скольких лет, вы говорите, трех лет, декларативный человек должен отчитаться, да? Да. Трех лет. В течение трех лет он должен отчитаться, и после того, как у него завершится срок договора безвозмездного пользования, это пять лет, он должен, может уже прийти и сказать, я хочу этот земельный участок либо в аренду, потому что я его, допустим, ну, достаточно мне еще, допустим, 15 лет, да, пользоваться этим земельным участком, либо он скажет, я вот хочу его приобрести в собственность, бесплатно. То ему необходимо все равно предоставлять какие-то документы, подтверждающие, что у него есть там какие-то строения, он потратил определенное количество денег для того, чтобы какой-то объект возвести. В частности, в отношении с местными жителями, ну, наверное, как мы начали об этом говорить, да, добрососедские отношения, они не возбраняются, я думаю, что это наоборот будет очень хорошо. Другое дело то, что в рамках того законодательства, который на сегодняшний день у нас существует, это и земельное законодательство, земельный кодекс Российской Федерации, лесное законодательство, лесной кодекс Российской Федерации, есть еще ряд у нас, скажем, полномочных органов, это и Росприроднадзор, и природоохранная прокуратура, которые, в принципе, за этим должны следить, да, за использованием лесов это у нас, если это у нас в лесах. Роспотребнадзор тоже имеет право приходить с определенными проверками, тоже в силу законодательства. Ну, в отношении же лесного и земельного кодекса законодательства, я скажу, что данными законами, в принципе, допускается проведение общественного контроля, который может подавать сигналы в органы местного самоуправления для проведения муниципального земельного контроля, ну и далее уже сигнал должен поступить в Росреестр, в рамках Федерального земельного надзора они вправе проверить любой земельный участок, если есть определенные нарушения, естественно, это повлекут. А вот если, например, люди из муниципалитета сейчас косят, да, вокруг там какого-то озера, да, к примеру, но система показывает, что там можно брать землю. Вот кто-то приедет, оформит на нем землю, на котором люди фактически косят сено, но они никак этот участок на себя не оформили. Может ли муниципалитет каким-то образом отказать выдачу участка там или что? Муниципалитетам было сдано кучу времени, чтобы оформить вот эти все сельхозугодия и так далее. Ну, у нас же все в последний момент. Последний момент, нет, ну, по крайней мере, разговоры вокруг Дальнего Восточного гектара идут последние два года, да, Игорь Триспин? Да. И муниципалитетам, еще раз говорю, куча времени на опорядочивание всех тех моментов. Ну да, я это перебью и дополню, наверное. На самом деле, действительно, у нас земельный кодекс Российской Федерации уже в новую редакцию, он вступил в силу в 2001 году, и у нас уже сколько лет, 15 лет прошло после вступления в силу нового земельного кодекса, который уже разложил все по полочкам. Конечно, земельная законодательство меняется, у нас каждый год получается, что по 10, по 11 изменений вносятся в этот земельный кодекс. И, как мы помним, дачная амнистия, да, она вступила в силу в 2006 году. То есть, до 2006 года никто не запрещал гражданам, как раз вот таким, которые косят на непонятных земельных участках, прийти и оформить нормально свой земельный участок, заявив, что это мой, либо его узаконив в силу законодательства. Помните, да, раньше, в 1993 годах, с 90-х годов, когда реформа земельная у нас проходила, всем выдавались беленькие такие свидетельства, выдавали их раньше Камземы. На основании этих документов можно было в течение практически продолжительного времени оформить свои земельные участки, это раз, да. Во-вторых, по дачной амнистии то же самое, можно было заявиться и оформить свой земельный участок. Ну и в-третьих, если даже этот земельный участок никому не предоставлен был раньше, да, свободный он стоял, и гражданин мог в любой момент, либо крестьянское, фермерское хозяйство, могли заявиться, сказать, я вот здесь все накошу, будьте любезны, пожалуйста, давайте мы проведем определенные процедуры, этот земельный участок я хочу забрать себе, чтобы дальше на нем работать. То есть у граждан, у юридических лиц возможность оформить свои земельные участки, которые не используют по назначению, тут масса времени была, честно говоря. В другое время, что низкая информированность населения о тех правах и возможностях, которые они обладают, показала, ну вот когда пилот решали проводить на Анамском улусе, да, Игорь Петрович, там именно показалось, что пока петух не клюнет, пока угроза, скажем так, раздачи земель вокруг муниципалитетов не возникла, люди совершенно не хотели оформлять в законном порядке свои, скажем так, отношения с земельным кодексом, да. Да, было такое, да. Еще раз говорю, пока петух не клюнет, пока жареным не запахло, пока не возникла, ну, некая, может быть, опасность того, что мои исконные, скажем так, покосные земли или охотничьи угодья передадут совершенно другим людям на вполне законном основании, люди не шевелились. И я не знаю, сейчас модель другая, сейчас любой может оформить и так далее, и люди, наоборот, начинают шевелиться, поскольку им может перепасть. Но, если быть откровенным, гектара-то не так уж много, да, это вот от сих до сих и всего лишь до сих. Сто на сто, да, сто на сто, это размер футбольного поля среднего, скажем так. Ну, да, там реально даже, вот если даже вырубить весь лес, там деловых древен будет всего-навсего. Шесть? Да. Да, конечно. Там даже из этого не извлечешь там какой-то большей прибыль. Ну, такого вот тотального, что придут некие жадные, с жадными очами, раскосыми люди и начнут вырубать все, такой опасности на самом деле нет. Ну, тем, кто не оформил, им до 1 февраля есть время, да, потому что если вдруг будет массовый... Нет, но и после 1 февраля, как гражданин любой Российской Федерации, я могу оформить, скажем так. Вот другое дело, будет ли ажиотаж такой, что останутся самые худшие угодья, самые худшие участки, да, а до 1 февраля пара старохней граждане успеют захватать все, скажем так, приглянувшиеся более-менее им участки. Вот в чем вопрос. То есть быть впереди локомотива или остаться в последнем вагоне? Вот в чем вопрос. Давайте спешить, граждане? Ну, насчет спешить-то я не скажу, конечно, но дело в том, что многие граждане, на самом деле, имея вот эти старые документы, которые я говорил, они просто не торопились, вот Намский район показал об этом, да? Хотя, если мы берем статистику по всем районам, не все районы такие отсталые, допустим, Ленский район, у них не оформлено, ранее предоставленные земельные участки не оформлены, всего 7% от общего количества в районе. Мирненский район тоже неплохой в этом плане. То есть это все зависит от тех муниципалитетов. От их политики. Да, от их политики. То есть они желают оформлять свои отношения с гражданами, заставляют их это делать или нет. То есть вот такое вот, скажем, вольготное отношение к земельным отношениям, оно вот сказывается, к сожалению, именно сейчас, когда граждане уже торопятся для того, чтобы оформить свои земельные участки. У нас, допустим, получилось, что 31 тысяча, более 31 тысячи граждан подали свои сведения, которые мы успели внести 26 сентября. Отлично. Мы обязательно продолжим этот очень интересный разговор в эфире программы «Один из нас». «Один из нас» решил оформить длинный источный гектар, который состоится в среду в 19.30 на канале САХА-24. Спасибо нашим гостям. Кстати, да, очень много познавательного мы узнали. Спасибо.